Уже 10 лет свою любовь детям отдаёт воспитатель детского сада номер 16 Наталья Митина. Ещё в детстве она решила стать педагогом, а по окончании колледжа пошла работать в детский сад. Затем заочно окончила институт по направлению социальная педагогика, а позже магистратуру по своей специальности дошкольное образование. В этом году Наталья отметит 15 лет педагогической деятельности. У меня самые замечательные воспитанники, у которых самые невероятные родители. Коллектив у нас очень хороший, дружелюбный, и 10 лет здесь, на самом деле, как один день для меня пролетел. Хочу сказать о том, что, наверное, вот я думала, в моей работе есть всего две сложности. Первая сложность — это не брать работу на дом. Это очень тяжело, потому что хочется всё сделать, всё успеть как можно больше, но времени не хватает ни в сутках, ни в неделе. А вторая сложность — это работать по чётко намеченному плану. И я сейчас непосредственно о тех образовательных программах, которые мы реализуем. Большинство программ направлены на развитие малышей, ведь именно в дошкольном возрасте формируется фундамент личности. Приоритетным направлением в своей работе я считаю социально-коммуникативное развитие детей. Я, конечно же, ни в коем случае не считаю, что академические знания и их наличие не важны, но если ребёнок не умеет общаться, если он не умеет налаживать коллектив со сверстниками, со взрослыми, отстаивать свою позицию, то ему будет достаточно сложно в этом мире, даже имея большой багаж знаний, умея читать, писать, считать и какие-то ещё энциклопедические знания имея. За годы практики Наталья Митина разработала специальную методику для коммуникативного развития детей, которая помогает почувствовать себя личностью. Вот это утренний круг, это дневной круг, это очень интересная технология. Я вообще советую каждому педагогу её попробовать, потому что она способствует развитию инициативы у детей, даёт возможность высказаться каждому ребёнку. Это очень важно для каждого, я думаю, даже не то, что для ребёнка, а для каждого человека. Понимать, что тебя слышат, не просто слушают, а слышат. Вот эта методика тоже позволяет как раз-таки сделать акцент на развитии вот этих вот навыков. Ребята, давайте возьмёмся за ручки с вами, все-все-все, все взялись? Да. Закроем глазки. Закроем глазки. Все закрыли глазки? Да. Чувствуете тепло руки своего соседа? Тёплая ладошка у соседа? Да. Давайте подумаем о чём-нибудь хорошем, хорошем, добром, светлом. В 2016 году Наталья Митина приняла участие в конкурсе «Учитель года», где завоевала второе место и на достигнутом решила не останавливаться. В этом году она стала первой и сейчас готовится к областному этапу. По словам Натальи, за время участия в конкурсах она приобрела богатый опыт и новых друзей. Дорогие коллеги, поздравляю вас с днём дошкольного работника. Желаю вам крепкого здоровья. Как сказал один классик, сделать человека счастливым невозможно, но воспитать его так, чтобы он был счастлив, это высшее искусство. И я считаю, что над стражей счастья детей стоим именно мы. Поздравляем! Ивана Пажельца, Владимир Чекунов, Азов.Инфо